Произошло землетрясение в Армении. Сразу моя трудовая деятельность окунулась в оказание экстренной помощи. Председателем Сочинского Красного Креста Ольга Моисеева стала в 1997 году. На счету волонтеров организаций, которых здесь более 80, это и взрослые дети, оказание помощи сотням людей путем организации сбора гуманитарной помощи. Из последних акций – это помощь пострадавшим в вооруженном конфликте в Цхинвале, при наводнении в Крымске, собирали средства и жертвам паводка на Дальнем Востоке. Тогда подтопленцам силами сочинских волонтеров всего за месяц удалось собрать более миллиона рублей. Всемирный День Красного Креста отмечается в преддверии Дня Победы. И в этом году, рассказывает Ольга Моисеева, для них оба праздник коснутой грусти. Дело в том, что помещение, которое они занимали 17 лет, теперь придется освободить. Красный Крест с улицы Горького переезжает на Чебрикова. Новый офис гораздо меньше по площади, и волонтеры волнуются, что там не хватит места для размещения гуманитарных грузов и проведения тренингов для волонтеров. Сегодня работники организации, как говорится, на чемоданах, но несмотря ни на что, продолжают работать. Мы сформировали хорошие поздравительные наборы для ветеранов войны, участников войны, трудового фронта. И учащиеся образовательных учреждений, школ, вот вчера, сегодня, завтра, вот вручают эти подарки по всему городу Сочи. Вот Красным Крестом было собрано более полутора тысяч подарков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова